Добрый день, меня зовут Павлов Николай и я являюсь руководителем круизных программ по Курильским островам на пассажирском судне Афина. В этом году, дорогие друзья, мы приглашаем вас в путешествие с клубом уникальных путешествий «Моя территория». Это будет 9-суточный поход по Курильским островам, начиная от порта Петропавловск-Камчатский через Северные, затем Средние Курилы и с возвращением в порт Петропавловск-Камчатский. Мы выйдем из Петропавловска-Камчатского и проследуем вдоль юго-восточного побережья Камчатского полуострова. Посетим такие объекты, как подножье вулкана Алоид, остров Атласова, это побережье острова Парамушир, это вулкан Эбека, расположенный над городом Северокурильск, непосредственно вблизи. И если погода нам позволит и активность вулкана Эбека не будет препятствовать нашему восхождению, то совершим восхождение на вулкан Эбека, это набор высоты около 1000 метров и дистанция порядка 10 километров в одну сторону. Далее мы будем спускаться на юг и пройдем через такие живописные острова, как остров Аникатан и расположенный там вулкан Креницыно. Подъем туда составляет 600 метров и дистанция в одну сторону до громкие кальдеры составляет порядка 7 километров. Мы будем посещать лежбище морских млекопитающих, многотысячные скопления на островах Каменные Ловушки и Среднево. Мы дойдем до так называемого экватора Курильской гряды, это острова Архипелаг Ушишир. И южной точкой нашего маршрута будет остров Симушир. И мы зайдем в бухту Браутона, а также поднимемся на вулкан Заварицкого. Высота подъема составит 450 метров и дистанция пешая в одну сторону чуть менее 3 километров. Наши активности будут так распределены, что мы будем, как правило, совершать какую-то прогулку до обеда, потом небольшой переход и после обеда следующий объект или следующее место на том же самом острове, но уже другое. Какие-то объекты мы посетим, следуя на юг и другие объекты из перечисленных мною мы посетим на обратном пути. Также мы посетим остров Шашкатан, очень красивый остров, где остались следы японского присутствия и где очень красивая, своеобразная такая структура береговой скал вулканического происхождения свежего. В целом маршруты наших трекинговых маршрутов не такие длинные и рассчитаны на людей с базовой физической подготовкой, не очень даже физически хорошо подготовленных. По опыту прошлых лет, к примеру, на восхождение на вулканы Бека соглашались и шли люди довольно возрастные, 72 года было, в частности, туристские в прошлом году женщины. Она чуть-чуть не дошла, буквально километр до верхней точки, но осталась довольна тем, что прошла и то, что увидела. Также люди довольно возрастные у нас восходили на вулкан Креницына. Японские туристы в свое время у нас были, 35-38 года рождения, женщины и мужчины, и они довольно-таки успешно проходили эти маршруты. В общем, в целом, и в общем, можно сказать, что эти объекты, которые перечислены, они вполне досягаемы для людей среднего и старшего возраста. Если вдруг вы почувствуете, кто-то из туристов, вы лично почувствуете, что не в состоянии проделать данный маршрут, то всегда будет альтернатива. Люди могут остаться на берегу, там мы разводим костер, мы кипятим чай, катаем людей на лодках, предоставляем возможность порыбачить в морской акватории с лодки или прогуляться в том или другом направлении, недалеко от места высадки, где-то сохранились старые тропы, где-то ландшафт такой, что там просто невозможно заблудиться, место довольно открытое, береговая полоса или тундра. Поэтому абсолютно не будет проблем для тех, кто воздержится от восхождений, от длительных переходов. Можно будет заняться чем-либо интересным на берегу. В конце концов можно будет остаться на судне, порыбачить с борта, почитать литературу интересную, посмотреть познавательные фильмы о природе Курильских островов и Дальнего Востока. И вы, поверьте, не будете чувствовать себя брошенными, оставленными. У нас слаженный экипаж. Мы работаем, Костяк уже работает много лет вместе. Ребята и опытные лодочники, и опытные навигаторы, штурмана. Знаем уже все интересные места, куда следует заглянуть. Но каждый раз, признаюсь, мы что-нибудь новое для себя всякий раз открываем. Курилы – это все-таки огромнейший регион, протяженный севера на юг. И береговая полоса очень интересная. И каждая бухта, каждый мыс что-то новое для нас таит. И мы не ленимся, заглядываем в какие-то еще новые уголки Курильского побережья. И что-то интересное находим и для себя, и для наших пассажиров, для наших туристов. Присоединяйтесь в наш поход. Вы не пожалеете. До встречи на Камчатке, в порту Петропавловск-Камчатский. Для того, чтобы сесть на судно Афина и выйти в это самое путешествие. Ждем вас. Поверьте, это будет уникальное, это будет интересное и незабываемое путешествие. Петропавловск-Камчатский. Продолжение следует...